ПОДПИШИСЬ! Посмотрите, в каких огромных банках они продают продукты этой серии. Девочки, здесь 450 мл. Помимо увлажняющих питательных кремов для тела, в этой линейке представлены также скрабы и пилинги для тела, и еще пена для ванн. Где-то в каждой позиции по 6-7 наименований с разными запахами. Уйти без покупки, вот без этой огромной банки, просто невозможно. Я вот не смогла пройти мимо питательного суфле для тела с запахом шоколада. Я бы не сказала, что она пахнет именно шоколадом, больше пахнет Несквиком. Но невозможно просто мимо пройти. Невозможно. Любительницы косметики с шоколадным запахом сейчас должны меня понять. Пусть вас не пугает то, что в баночке это средство интенсивного шоколадного оттенка. Когда вы его наносите, оно замечательно распределяется по вашей коже и совсем чуть-чуть, такую капелюшечку, окрашивает вашу кожу где-то на 0,25 тона. Я люблю точность. Отлично увлажняет, потрясающе питает на лето самое то. Тем более сейчас похолодало и в этот запах я просто окутываюсь с ног до головы. Ну просто потрясающе. Кстати, о птичках, об экономичности этого продукта. Это средство нереально экономичное. Я использую его довольно усиленно уже в течение трех недель. И израсходовала совсем чуть-чуть. Кстати, недавно была в магазине и просто опять же не смогла пройти мимо шоколадного скраба из этой серии. Но о нем я расскажу вам в следующих видео. Пока хочу поделиться впечатлениями об использовании пилинга для тела с органическим экстрактом бамбука и морской солью. Понравился. Понравился тем, что не пахнет сладким. А я не перевариваю летом сладких запахов, кроме запаха шоколада. Но это просто идея фикс. Моя очень понравилась то, что он не является таким откровенно жестким скрабом. То есть на лето самое то, если вы там боитесь смыть загар или еще что-то. Вот зимой я люблю скрабы такие пожестче. Но не понравилось то, что он уйдет за пять раз. Вот я пользовалась уже трижды и хватит еще на два с половиной в лучшем случае. Этот не знаю, буду покупать или нет, но точно знаю, что буду покупать другие скрабы из этой линейки. Следующий продукт это очищающая маска для лица с экстрактом белого трюфеля. Белый трюфель в упаковке за 100 рублей. Вообще не понравилось. Что касается очищающих свойств, это 3 с плюсом, 4 с минусом где-то в этих пределах. Не понравилось. Не понравилось то, что она просто отвратительно наносится. Но невозможно ее нанести каким-то ровным слоем. Она ложится проплешинами, не желает липнуть к коже лица. Но при этом к рукам липнет просто вот так вот. Мне категорически не подошло, не понравилось, больше покупать не буду. Девочки, если вам понравилось это средство и вы знаете, как его использовать, то, пожалуйста, напишите мне об этом. Может, я просто что-то не понимаю и не умею готовить эту маску. Зато очень понравился вот этот нежный пилинг от Organic Shop абрикосовая манго. Он, правда, очень классно пахнет. Не скажу, что как-то очень природно и натурально, но весьма похоже на абрикосовая манго. И очень здорово очищает, обновляет кожу лица. После его использования такое чувство, что кожа задышала. В отличие от использования масок на глиняной основе, у меня потом нет каких-то краснеющих участков по всему лицу. Не провоцирует каких-то высыпаний. Ну, очень понравилось это средство. 100% буду расширять свои горизонты в использовании кислотных пилингов для лица. Если вы знаете какие-то хорошие, пожалуйста, подскажите мне. Буду очень-очень рада советам. Следующая покупка, которую я хочу вам показать, это вот такой вот крем для рук с органическим маслом оливы от Планеты Органика. Как вы уже знаете, у меня был такой с органическим маслом какао, и мне он безумно нравился. Но вы об этом уже наслышаны. Главным мотиватором покупки именно этого крема был его нейтральный, ненавязчивый, ни к чему не обязывающий запах. В магазине он мне безумно понравился, но дома я поймала себя на мысли, что этот запах мне нравится по настроению. Сегодня нравится, завтра не нравится. И использую я его не так часто, как бы мне того хотелось. Но в принципе продукт неплохой, увлажняет и питает он на порядок меньше-ниже, чем тот же его собрат с какао. И допользую этот и больше не куплю точно. Последний продукт, о котором хочу вам рассказать, это тайская маска для волос от Планеты Органика для блеска и силы волос. Очень понравился этот продукт, но за счет того, что в его составе есть силиконы. Девочки, кто чурается и бегает от силиконов, этот продукт вам точно не подходит. Но я же к ним отношусь вполне лояльно в масках для волос, и эта маска меня очень устроила, очень подошла моим волосам и очень понравилась. Но единственный недостаток, так это то, что где-то к половине баночки волосы начали к ней привыкать, но мои волосы так ведут себя с абсолютно любой маской, которую бы я на них не наносила. К половине баночки эффект начинает снижаться. И за что я люблю этот продукт, так это за то, что она каким-то образом напитывает волосы. И мои очень-очень-очень послушные волосы, которые принимают ту форму, которую им задали, то есть если я заплетаю косичку, то они потом становятся по форме этой косички. Если я поднимаю хвост, то потом на волосах такой бугор. Я думаю, девушки с длинными волосами понимают, о чем сейчас я говорю. Так вот, эта маска, несмотря на все хвосты, все косички, потом, когда я распускаю волосы, прочесываю их, они прямые, гладкие, как зеркало блестят. Кстати, в видео «Собирайся со мной» волосы такие именно благодаря вот этой маске. Так что, девочки, присмотритесь. Ну что, девушки, на этом все с уходовой частью покупок. Скоро будет видео о декоративной. Пожалуйста, напишите мне, есть ли те продукты, которые я показывала, использовали вы. Надеюсь, что вам понравилось это видео. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok